8.00 столица Казахстана, время новостей на канале Хабар 24, с вами Арстан Балтин, здравствуйте. Мы начнем с российско-украинского конфликта. Президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении заявил, что назвать сроки, когда Украина победит, сейчас невозможно. Но, цитата, победа это лишь вопрос времени. По его словам, Россия не достигнет своих целей. Тысячелетний рейх, проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей, проиграешь. Если хочешь возродить старую империю, проиграешь. Если пошел против украинцев, проиграешь. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риски применения ядерного оружия весьма существенны и их нельзя недооценивать. Однако дипломат выразил надежду, что третьей мировой войны не будет. При этом Лавров отметил, что Россия делает немало для разрешения нынешнего кризиса. А недопустимость ядерной войны принципиальная позиция Москвы. Вся пятерка постоянных членов Совета безопасности ООН в привязке к планируемому началу обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия сделала заявление такого же содержания. Все пять лидеров подписались под констатацией недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обновило данные по жертвам военных действий среди мирных жителей в Украине. По подсчетам организации за время конфликта погибли 2665 человек. Из них почти 200 – это дети. Более трех тысяч украинцев получили ранения. По информации ООН, большая часть жертв приходится на подконтрольные Киеву территории. В самопровозглашенных республиках погиб 81, а ранен 341 гражданские. Правозащитники добавили, что большинство мирных граждан погибли в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов. Тем временем министр иностранных дел Украины призвал генсека ООН оказать давление на Россию для эвакуации оставшихся жителей Мариуполя. По мнению Дмитрия Кулевы, Антонио Гутерриш во время своего визита в Москву должен сфокусироваться над организацией эвакуационного коридора из осажденного города. Это действительно то, на что способна ООН. И если Гутерриш продемонстрирует политическую волю, характер и принципиальность, то это, надеюсь, позволит продвинуться вперед. И это действительно то, на что способна ООН. Казахстанский авторынок ждет массовое нашествие российских покупателей. Процесс уже начался, особенно он заметен в приграничных регионах. Независимые эксперты отрасли считают, что возросший интерес со стороны соседней страны только усугубит проблему дефицита новых машин в автосалонах и подстегнет рост цен. Все подробности у Индиры Тегжанова в обзоре деловых новостей. Казахстанский авторынок в эти месяцы вызывает огромные интересы у россиян. Автозаводы в соседней стране простаивают из-за проблем с поставками комплектующих. Многие производства уже закрылись. Это значит, что перекрывать свои потребности в новых машинах Россия будет импортом. В том числе и из нашей страны. К тому же и сухопутные границы теперь открыты. Однако объемы рынков двух стран несопоставимы. Если в прошлом году в Казахстане продали порядка 117,5 тысяч новых машин, то в соседней стране за этот же период приобрели свыше полутора миллионов единиц транспорта. Глава Независимого автомобильного союза Эдуард Идоков говорит, есть все риски того, что российский спрос практически поглотит казахстанскую сборку. И на рынке обострится дефицит. По словам эксперта, пока нет четкой статистики того, кто именно покупает автомобили в казахстанских автосалонах. Проследить это можно разве что по косвенным признакам. Например, таким как резкий рост продаж. Отмечу, новых машин в Казахстане не хватало и до военного конфликта между Россией и Украиной. Цены ежегодно росли в среднем от 5 до 25 процентов в зависимости от модели. Причины связывались с мировыми тенденциями. Подорожание металлов, комплектующих, сбоями в логистике. Война и санкции в отношении России все эти негативные процессы только усугубили. И даже если россияне захочет купить автомобиль, то ему будет негде это сделать. Соответственно, учитывая, что мы в едином экономическом пространстве, куда будет смотреть россияне. Да, конечно, на ближайшего своего соседа, на Казахстан. Если наши автосборщики попытаются увеличить количество собираемых автомобилей, это не получится быстро, одномоментно, потому что по щелчку пальцем невозможно увеличить. Со 100 тысяч производства до 200 тысяч. То есть, может быть, на 10 процентов удастся в течение года. Потому что это же все долгосрочные контракты. То есть, закуп тех же машинокомплектов. Между тем, и внутренний спрос на новые машины в стране растет. Казахстанцы ждут запуска новой программы льготного кредитования. В профильном министерстве ранее сообщали, что старт планируется на конец апреля. Известно, что в очереди на сегодня стоит свыше 15 тысяч потенциальных покупателей. Сумма финансирования программы на текущий год составит порядка 100 миллиардов тенге. По приблизительным подсчетам, это около 10 тысяч новых машин. Для рынка такие объемы не особо ощутимы, говорит Эдуард Идоков. Плюсы для потребителей, несомненно, есть. Ставка в 4% годовых. Без первоначального взноса условия выглядят более чем заманчиво. Но именно последний пункт и смущает эксперта. Он считает, что с учетом высокой загредитованности казахстанцев, это новые риски. Люди могут попросту не рассчитать свои возможности. Если такая же покупка все таки планируется, эксперт советует тщательно взвесить все за и против. И стараться иметь первоначальный взнос. А еще помнить, новая машина, едва покинув автосалон, зачастую теряет вплоть до 30% от своей стоимости. В погоне за этими красивыми заманчивыми предложениями человек может залезть в кредит. А это, на минуточку, это какая-никакая, даже это льготная, но это кабала. А учитывая, что сейчас экономическая ситуация, скажем так, далека от стабильности. Как дальше будет, что дальше будет, все вот эти геополитические вещи, они тоже не в положительную сторону влияют на нашу экономику. Поэтому любой кредит – это определенный риск. То есть, беря этот кредит, вы берете там на 7 лет обязательство платить каждый месяц. Будет у вас работа, не будет у вас работы, кредит должен быть выплатен. Национальная валюта резко подешевела к российской. Кросс-курс пробил вчера важную отметку – рубль стоит 6, тенге – 11 иинов. Валюта соседней страны прибавила свыше 4%, и это максимальное значение с октября прошлого года. Экономисты тенгеномики объясняют, становится дороже и импорт из России. Потенциальная отвязка тенге усложнена тем, что бьет по казахстанскому бизнесу и потребителям. Экономисты напоминают, Россия в структуре импорта Казахстана занимает лидирующую позицию. Укрепление тенге возможно только в случае, если наша валюта будет синхронно с российской расти к доллару. Отмечу, многие эксперты, в том числе и западные, считают, что курс рубля к американской валюте искусственно укреплен. Происходит это на фоне почти полного запрета обращения доллара в России. Финансовый аналитик Андрей Чеботарев в телеграм-канале Файненский Зет пишет, рост базовой ставки Национального банка, по идее, должен был помочь укрепить казахстанскую валюту. Но этого не произошло, тенге ослаб как к доллару, так и к рублю. Напомню, вчера ключевую ставку Национального банка повысили до 14% годовых на фоне ускорения инфляции в Казахстане. Это был обзор деловых новостей. До встречи в следующем эфире. Вспышка коронавируса спровоцировала панику среди жителей Пекина, а люди стали массово скупать продукты, боясь повторения ситуации в Шанхае, где из-за локдауна полки магазинов пустеют буквально на глазах. Больше всего зараженных выявляют в одном из столичных районов, поэтому власти объявили о масштабном тестировании, которое затронет как минимум 3,5 миллиона человек. Из Пекина репортаж Ботагос Саргабаевой. Как только власти сообщили, что число зараженных растет и нужно сдать тест, жители района Чаоян побежали скупать продукты. Ведь у всех перед глазами отрицательный пример Шанхая, где люди до сих пор находятся на локдауне. На одном из социальных рынков первые часы работы опустошили стеллажи с картофелем. В некоторых небольших магазинах теми на овощи сразу подскочили. При этом желающих закупиться меньше не стало. Все это, несмотря на уверение властей, что в Пекине достаточно продовольствия. Я видел, что в супермаркетах, магазинах люди скупают продукты. Хотя власти сообщили, что дефицита продуктов нет. Думаю, многие боятся, считают, что в Шанхае сложилась такая серьезная ситуация, потому что люди не закупились вовремя. Пока все нормально, но я тоже планирую закупиться в ближайшие дни. Возьму немного лапши быстрого приготовления и полуфабрикатов. Жители 3,5 миллионного района должны сдать ПЦР-тест трижды в понедельник, в среду и пятницу. И наша съемочная группа тоже не стала исключением. К слову, тестирование проводится бесплатно. Власти призвали людей идти на работу только после сдачи теста, а также по возможности ограничить передвижение по городу. В три раза проверят и детей в школах из-за заражения среди учащихся и учителей. Родители уже получили соответствующее уведомление. До выхода результата второго раунда массового тестирования жителей Чаоян в среду несколько жилых кварталов временно закрыли. По словам местных властей, эта неделя должна показать реальную картину распространения COVID в столице. В зависимости от результатов отслеживания, передвижения зараженных и ПЦР-тестирования, мы будем оценивать угрозу и принимать соответствующие меры контроля и профилактики эпидемии. Массовое тестирование необходимо для сдерживания распространения инфекций, защиты здоровья и жизни населения. Помимо массового тестирования, в районе закрыли спортивные и образовательные центры. Власти усилили доставку продуктов в магазины, особенно в тех зонах, где объявили ковидные ограничения. Матогостер Габаева, Владимир Грабарь, Хабар-24 из Китая. Земельный конфликт между группой дольщиков и агроинвестором вспыхнул в Казалардинской области. Одни требуют возврата пахотных площадей, другие же защиты вложенных инвестиций. Разобраться в ситуации попыталась моя коллега Райхан Тажабаева. Один в поле не воин. По этому принципу живут землевладельцы крестьянского хозяйства Байсын. В его активах больше тысячи гектаров пассивных площадей и 118 дольщиков. 93 из них не первый год оспаривают возврат своих участков. Причина, говорят, отсутствие дивидендов от полученного урожая. Другим дольщикам дивиденды с доходов раздают. Рис, сено. Нам же за всё время пару раз по 10 килограммов риса выдали и в прошлом году 25 килограммов. У всех домашний скот, нужны пастбища, корма. Всё это приходится покупать, при том, что есть собственные земли. С мнением дольщиков Айаджан Ишанов не согласен. Председатель крестьянского хозяйства Байсын уверяет, социальные обязательства он выполняет и в помощи сельчанам не отказывает. Во время пандемии несколько комнат в школе переоборудовали под стационарные палаты. Часть собственной территории возле дома отдал бесплатно под детские игровые площадки. Помогаем и больному юноше в селе. По возможности нуждающихся обеспечиваем рисом. Противостояние растёт не первый год. Точку в этом споре поставил районный суд. 93 дольщикам возвратил положенные земли. Районный суд вынес решение и оставил в силе протокол, послуживший основанием для принятия постановления Акима района. Разделение крестьянского хозяйства признано законным. У крестьянского хозяйства Байсын есть долги перед инвестором. В целях их погашения подписан договор с новым хозяйством Жанатурмыс, сформированным из бывших дольщиков. Согласно документу, земли будут отданы в аренду на два года с выплатой дивидендов. При условии выполнения обязательств срок аренды может быть продлён. Договор подписан, конфликт улажен. Работы на полях, хоть и с небольшим опозданием, начались. Теперь сельчане ждут перемен и верят, что они будут к лучшему. Райхан Тажибаев, Альхайдар Турлаханов, Айтмухамед Байдулдаев, Казардинская область, Хабар-24. Дети получают травмы на площадках со строительным мусором в Рудном. Игры на территории, вокруг которой возводят многоэтажки для девятилетнего мальчика, обернулись переломом руки. Эти кадры сняли жители уже заселённых домов. Вместо игровых зон внутри их дворов годами возвышаются свалки. Новосёлы, а это преимущественно многодетные семьи, неоднократно обращались с жалобами в Акимат, но сдвигов нет. Под их окнами продолжают лежать плиты и арматура. Как рассказали чиновники, финансирование на уборку строительного мусора появилось только в этом году. Убрать опасные кучи обещают в самое ближайшее время. Тревогу били-били. Они сказали, два года у нас не было средств. Сейчас у нас средства появились, будем убирать. Раньше здесь были бараки. Их снесли, и вот эти старые шлакоблоки от старых домов так в середине и стоят. Ничего это не огорожено. И третий год мы уже живём. Вчера упал ребёнок и в древесбиске поломал руку. Я, например, своих детей боюсь на улицу пускать. Должно быть у столичных пешеходов отменное здоровье. Вы ещё спрашиваете, почему? Всё дело в брусчатке. На некоторых улицах она просела настолько, что превратилась в настоящее препятствие. И человеку, чтобы его преодолеть, необходимо прилагать усилия. Настоящая тренировка на свежем воздухе. А если серьёзно, то качество пешеходных дорожек на определённых участках оставляет желать лучшего. Не говоря уже об огромных ямах, которые порой сложно даже обойти. В прошлом году Марк Брюшко уже поднимал эту проблему. И, проехавшись по тем же улицам, он понял, что практически ничего с тех пор не изменилось. Перекрёсток Улы-Дала и Мангелик-Ель. По пути к светофору брусчатка резко уходит вниз, а местами и вовсе проваливается. Пару лет назад земля здесь просела, но исправлять этот излом никто, видимо, не собирается. Вот и приходится людям ходить осторожно. Сложнее всего женщинам с колясками и пенсионерам. Норма эта для столицы или нет? Ну, конечно, нет. Ну, почему? Ну, почему? Это же столица всё-таки, как-никак. Ну, не знаю. Без комментариев всё и так видно. А как часто встречаете вот такой? Ну, есть, ну, не часто, но встречаю возле дома, там, дальше. А здесь брусчатка просела настолько, что образовалась яма. Мы специально сняли эти кадры в пасмурный день, чтобы было видно, какие большие лужи в них образуются. Это, кстати, практически центр города. Ну, а здесь, возле детской инфекционной больницы номер 2, дела обстоят хуже всего. На этой аллее очень много ям. Я вам покажу одну из них. Посмотрите, какая она глубокая. Вот я в неё вхожу. И, судя по всему, ремонт никто не спешит делать. Представьте, если человек не будет смотреть под ноги или какой-то велосипедист, не дай бог, сюда заедет. Можно же ненароком себе что-нибудь сломать. Одно хорошо, что в тёмное время суток эта аллея освещена. Узнать, когда пешеходные зоны приведут в нормальное состояние, по крайней мере, на левобережье, увы, нам не удалось. После недели ожидания Акимат так и не прокомментировал ситуацию. Хотя обещал найти ответственного за эти вопросы спикера. Похожие проблемы, кстати, мы увидели во всех районах столицы. И не только на улицах, но также и в парках и скверах. На сегодняшний день по району 40 у нас расположено один парк и 53 сквера. На всех них будет проведен частичный ремонт по замене брусчатого покрытия, где разрушение имеется. По замене гранитных плит, которые вышли из строя за зиму. На данный момент сейчас ведутся конкурсные процедуры. Ориентировочно 6 мая, скорее всего, мы начнём уже пустим работу. А в районе Алматы целых 6 парков. В местном Акимате признают, за зиму пешеходные дорожки местами могут прийти в негодность. Поэтому сейчас их также стараются привести в порядок. Однако станет ли лучше городская среда, мы сможем оценить лишь летом. А пока единственное, что остаётся, смотреть под ноги. Марк Брюшко, Артур Грошников, Хабар 24. Ну а сейчас Жамбылская область. Там жители сразу нескольких сёл всерьёз беспокоят переполненные отстойники для сброса канализационных стоков. Специалисты говорят, если срочно не принять меры, то в населённые пункты, расположенные вблизи резервуаров, произойдёт сброс двух миллионов кубометров токсичных нечистот. Решить эту проблему поможет строительство комплекса очистки. Когда его построят, выясняла Анастасия Сулейманова. Парящие чайки и водоёмы. Казалось бы, идеальное место для отдыха, но находиться здесь долгое время невозможно. Всё портит зловонный запах. Сюда на временные резервуары сливают все канализационные стоки областного центра. Ежесуточно на 14 карт, то есть отстойников, поступает около 67 тысяч кубометров смывной воды. Дальше она попадает на поля фильтрации. К слову, Тарас – это единственный город страны, где до сих пор избавляются от стоков таким старым методом. А всё из-за отсутствия комплекса очистки канализационных вод. Это поля фильтрации, рассчитанные на инфильтрацию, значит, вода должна уходить в грунт и на испарение. Вот и с течением столько лет, они построены ещё в 60-х годах, последние карты в 80-х годах построены. Сейчас уже фильтрационные свойства полностью они потеряли вот этой картой. Дно у них заиленное уже, только испарение идёт. Поэтому вот эта поступившая вода уже наполняет наши вот эти поля фильтрации, которые стоят 97 гектаров. Есть, возникла опасность перелив от карты на карту. Если одна карта прорвёт свою дамбу на следующую, следующая карта тоже дальше пойдёт. Это как карточный городок. Стоки заполненных отстойников начали сливать в каналы прилегающих сёл Костубе и Жамбыл, загрязняя окружающую среду вредными выбросами и запахом. Но там водные накопители тоже заполнились. По словам специалистов, в дальнейшем вода с каналов может попасть в реку Оса и озеро Беликоль, что может привести к экологической катастрофе. 30 лет назад начали строить очистное сооружение, но забросили. С двух тысячек годов вот эта проблема постоянно стоит. Вот в городе Тарас, строительство очистных сооружений. Тут приезжали три министра экологии, сенаторы, кто тут не был. Но никто ничего обещает, никто не решает. Мы поднимаем эту проблему на протяжении 20 лет, но никаких действий не предпринимают. Возле этих отстойников пасём скот. Животные вынуждены пить эту грязную воду ужасного содержания. Из-за этого стал чаще болеть крупно-рогатый скот. Бывали и случаи гибели. Чтобы хоть как-то предотвратить экологическую катастрофу на 20 гектарах рядом с полями фильтрации, дополнительно местные власти намерены построить около 15 резервуаров. Но эта мера временная и лишь на несколько лет. После заполнения этих отстойников проблема вернётся снова, говорят специалисты. Поэтому решить её полностью можно только строительством современного комплекса очистки канализационных вод. По предварительным подсчётам проектировщиков, на его возведение необходимо около 40 миллиардов тенге. Чтобы его построить, нам нужно сперва технику экономического обоснования сделать. Это несколько месяцев. Проектно-смертная документация также, начиная от 6 до 8 месяцев. И после этого только можно заявляться о выделении денег и средств. И на всё, про всё это как минимум 2 года нам необходимо будет. При строительстве комплекса очистки канализационных стоков воду после фильтрации можно будет применять для полива сельхозугодий. Это поможет частично решить нехватку поливной воды в вегетационный период. Вот только когда его построят, неизвестно. Смывную воду из отстойников категорически нельзя никуда использовать. Недавние лабораторные исследования показали, что содержание в ней твёрдых веществ превышает допустимый уровень в 69 раз. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Папаев, Шлана Хатила, Жамбулская область, Хабар, 24. В обновлённой государственной модели особый конституционный статус приобретают фундаментальные для нашей страны институты. Речь идёт об уполномоченном по правам человека. Конституционный статус также предусмотрен и для прокуратуры. По мнению экспертов, эти изменения откроют гражданам более широкие возможности для защиты своих прав. В нашем законе есть специальный закон о полномоченном органе, который был принят в 2021 году. Но, однако, именно в связи с новым изменением, дополнением в Конституцию, именно вводится отдельная статья в Конституцию, где там указывается о неприкосновенности, полном объёмном полномочии этого полномоченного органа по правам человека. Именно чем они будут заниматься, кто может туда обращаться. Конечно, любой гражданин нашей республики, которые были, их не нарушены конституционные права. Каждый из нас может обратиться в этот орган о защите своих прав. Специальная рабочая группа по конституционным изменениям завершила свою работу. До конца августа будут внесены конкретные предложения по внедрению этих поправок в конституционное и иное законодательство. Решение о принятии этих изменений будет определено парламентским голосованием до конца года. К этой минуте всё. Встречайте и завершайте день вместе с нами. С вами был Арстан Балтин. До встречи вам. Хорошего дня.